Здарова, народ! Вы на канале Android News. И снова мы вернулись к смартфону Xiaomi Mi Note 10. Только в этот раз я буду делиться с вами своими эмоциями, своими ощущениями от опыта эксплуатации этим смартфоном на протяжении двух месяцев. Понятное дело, что за этот промежуток времени я менял один аппарат на другой и обратно, и мне кажется, это к лучшему. Потому что, ну, именно это и отличает нас, техноблогеров, от обыкновенных пользователей. Потому что у нас есть возможность менять смартфоны практически каждый день. И потом делиться с вами своими ощущениями от их использования. Ладно, ребятки, я вам обещаю, что будет интересно, понеслась. Дело в том, что далеко не всегда характеристики, написанные на бумаге, отражают то, с каким удовольствием вы будете пользоваться аппаратом. Мало того, неопытный человек может выбрать смартфон чисто по техническим характеристикам. И в итоге часто бывает так, что на фоне своего предыдущего аппарата он еще и остается доволен своим выбором. Даже не зная, что за те же деньги есть гораздо более интересный вариант. В общем, я уже больше пяти лет тестирую различные гаджеты. И поверьте мне, я знаю, как работает хороший смартфон, а как работает плохой. Так вот, с вами минут 10 однозначно хороший смартфон. А вот стоит тратить на него свои деньги или нет, это довольно сложный вопрос. С момента выпуска нашего последнего обзора ситуация заметно изменилась в лучшую сторону. Поэтому здесь есть над чем подумать. Итак, все два месяца я носил смартфон в силиконовом защитном чехле из коробки стандартной комплектации. И надо сказать, что чехол, хоть и ощущается дешево, но со своей задачей справляется на 5 с плюсом. Вокруг камеры имеется специальный кантик, который защитил объективы от любого воздействия. Линзы камер просто нульцевые, на них нет ни единой микроцарапины. То же самое касается и дисплея. Благодаря тому, что чехол как бы наплывает на углы смартфона, он не царапается, даже если я его положу на стол экраном вниз. Короче, защитный чехол сделан довольно грамотно. А в связке с тем, что я пользовался смартфоном довольно бережно, ну потому что мне его еще продавать, аппарат выглядит как новый. Экран у смартфона просто отличный. Качественная супер AMOLED матрица, из которой программисты Xiaomi выжали максимум. Отличная цветопередача. В настройках можно включить DC Dimming. Имеется темный режим, прокачана функция Always on Display. Еще и сканер под экраном работает отлично. Распознает отпечатки пальцев хоть и не рекордно быстро, но и не раздражает. А главное, точность распознавания 10 из 10. Конечно, нет предела совершенству. Этот смартфон не идеален. Хотелось, чтобы сюда завезли частоту обновления изображения хотя бы 90 Гц. И нафиг убрали каплевидный вырез. Приблизительно, как это сделано в моем OnePlus 7 Pro. Но этот аппарат на самом деле тоже не идеален. Потому что здесь нет функции Always on Display. А у Xiaomi оно есть. И реализовано довольно грамотно. Когда я говорю о крутости Always on Display, я имею в виду большое количество шаблонов и широкие возможности настройки. В том числе имеются анимированные заставки. А еще можно выбрать тему космос, которая автоматически синхронизируется по времени с рассветами и закатами. Есть возможность создать уникальную подпись на экране блокировки. И даже выбрать ее окрас. А также, конечно, стандартный набор картинок и функция подгрузки своего собственного изображения в качестве Always on Display. Все эти возможности предоставляет прошивка MIUI 11. Если вы еще не знакомились с нашим роликом, где мы подробно рассказываем о ее функциональности, можете посмотреть. Ссылка появилась в правом верхнем углу. Сейчас на экране вы видите технические характеристики этого смартфона. Как я уже говорил в предыдущем видео, это явно не флагманский уровень. Хотя всего два месяца назад за него просили довольно-таки флагманскую сумму денег. Тем не менее, давайте посмотрим, как этот смартфон справляется с современными тяжелыми игрушками. В прошлый раз я вскользь пробежался по этой теме. В этом же ролике я предлагаю добавить немножечко задротства. Но совсем немного для того, чтобы вас не нагрузить. Итак, для начала поговорим о популярной игре PUBG. С помощью GFX Tool я принудительно поднял максимальный FPS. И выкрутил графику на самый максимум. Со всеми сглаживаниями, супертенями и прочими фишками. В итоге в среднем удалось получить 58 кадров в секунду. Но есть нюанс. Во время довольно вялой перестрелки с ботом, FPS тут же просел вплоть до 41 кадра. При этом нагрузка на процессор достигает 85%. А это говорит о том, что по современным меркам, производительности Mi Note 10 вполне хватает. Но, к сожалению, практически впритык. В игре Call of Duty Mobile на максимальных настройках вполне прогнозируемо получаем средний FPS в районе 58 кадров в секунду. Всего на одну секунду была просадка до 44 кадров. Но, надо сказать, что это была действительно тяжелая сцена с перестрелкой и взрывом гранаты прямо рядом с моим героем. В общем, оптимизация Call of Duty выше всяких похвал. Теперь запускаем Shadowgun Legends. Естественно, на ультра настройках графики. Тут оптимизация не такая замечательная, поэтому в среднем получаем около 36 кадров в секунду. Но FPS абсолютно нестабильный. Его лихорадят то в одну, то в другую сторону. Поэтому постоянно случаются как подъемы до 50 кадров, так и просадки до 27. А один раз даже до 10. И напоследок, не очень популярная, но довольно показательная игра. Oddworld New and Tasty. На максимальных настройках графики получаем стабильные 19 FPS. Плюс-минус один кадр. В принципе, играть можно. Но впечатления от игры получаются совсем не те. А чтобы полностью закрыть вопрос производительности, я вам хочу показать результаты теста на троттлинг вычислительных ядер. То есть не графическая подсистема, а именно вычислительные способности процессора. И как вы видите, троттлинг отсутствует. То есть, все круто. А прежде чем я продолжу делиться с вами своим опытом использования, я хочу перечислить некоторые моменты, на которые просто нужно обратить внимание. Но тратить на них много времени не стоит. Поэтому сейчас будет совсем коротко. Итак, смартфон получил инфракрасный порт. И я знаю, что некоторых это должно обрадовать. Возможности расширить память карточкой microSD здесь нет. Лоток рассчитан исключительно под две сим-карты. Мультимедийный динамик всего один. Но звук неплохой. Громкий и четкий. В стерео, понятное дело, отсутствует. Зато имеется стандартный аудиоджек для проводных наушников. Качество звука в наушниках, на мой взгляд, не отличается от большинства других смартфонов. Вибромоторчик, как для Xiaomi, сойдет. Но до лидеров рынка ему далеко. Если не сильно задротничать и не прикапываться к нюансам, микрофон довольно качественный. Wi-Fi модуль тоже отличный. Подключается быстро, пинг небольшой, скорость почти не режет. Да и связь по 4G, аппарат держит ничуть не хуже остальных смартфонов. NFC есть, Google Pay работает. Беспроводной зарядки нет. В комплекте зарядный блок мощностью 30 Вт. А еще USB Type-C, силиконовый чехол, скрепка и макулатура. Наушников нет. На данный момент смартфон работает под управлением 9-й версии Android. Когда он получит обновление до 10-ки, пока что, к сожалению, неизвестно. То, что он когда-нибудь по-любому и получит это обновление 100%, но вот когда... Вопрос. Как я уже говорил ранее, разблокировка отпечатком пальца практически никогда не ошибается. Работает максимально точно и, скажем так, достаточно быстро, чтобы не раздражать. Хотя, конечно, могло быть и быстрее. Но отдельно я хочу похвалить разблокировку по лицу. Мало того, что она отрабатывает даже быстрее, чем сканя отпечатка пальцев, так еще и совершенно не боится яркого контрового света. И даже в темноте для ее работы не требуется ослепляющая подсветка дисплеем. Я хочу заметить, что для этого не нужна здоровенная челка, как, допустим, у Pocophone F1, либо же у Xiaomi Mi 8. Для этого не понадобился отдельный инфракрасный датчик. Короче, работой я доволен на все 100%. А если вы вдруг относитесь к тем людям, которые болеют паранойей, типа, нельзя так легкомысленно относиться к защите своих личных данных, тогда пользуйтесь поддисплейным сканером и не любите мозги нормальным людям. В вопросе автономности смартфон вполне ожидаемо оказался очень хорош. Ну, еще бы, при емкости аккумулятора 5290 мАч. Со времени предыдущего обзора мы успели провести наш фирменный задротливый тест автономности, где Xiaomi Mi Note 10 продержался 9,5 часов, благодаря чему занял пятую строчку в рейтинге среди всех тестируемых нами смартфонов. Это очень, очень крутой результат. На деле, исходя из моего опыта пользования, а я напомню, что смартфоном я пользуюсь довольно активно, мне полного заряда хватает впритык на 2 дня. Ну, может быть, остается 10%. Вам, если вы не сильно активно юзаете ваш аппарат, я думаю, что полного заряда может хватить и на 3 дня. Теперь настало время поговорить про камеры. Они являются главной киллер-фичей смартфона. Именно камеры выделяют этот аппарат на фоне всех остальных. В основном по причине наличия крутого модуля на 108 мегапикселей, который способен делать фотографии охренительного качества. А еще здесь есть сразу два модуля, которые получили оптическую стабилизацию. Короче, прямо огонь. Но тут такое дело. Ранее мы уже делали задротливое сравнение с лучшими камерафонами рынка. С iPhone 11 Pro Max и с Huawei Mate 30 Pro. Поэтому, если вы еще не знакомились с тем роликом, ссылка появилась в подсказках. Мало того, после этого ролика мы еще делали задротливый тест камер, только теперь субфлагманов. Мы сравнивали камеру Xiaomi Mi Note 10 с Oppo Reno 2, Galaxy A80, Huawei Note 5T и так далее. Если вы не видели этот ролик, опять-таки ссылка будет в подсказках. Поэтому я не вижу в очередной раз тратить время и разжевывать вам, насколько офигенная камера у этого смартфона, учитывая его прайс. Если вам интересен этот вопрос, смелости прошу в подсказке. Ну, а сейчас я готов подводить итог. Два месяца назад Xiaomi Mi Note 10 продавали за 600 долларов. И тогда я сказал, что не вижу смысла покупать этот аппарат за такие деньги. В конце концов, за ту же сумму можно заказать OnePlus 7T или Huawei P30 Pro, копией которого как раз-таки и является Xiaomi Mi Note 10. Собственно, я и сейчас считаю, что этот смартфон не должен был стоить 600 долларов. Но давайте-ка я вам кое-что напомню с предыдущего обзора. Сейчас наш монтажер ставит небольшой фрагмент. Но не спешите расстраиваться. Как это всегда бывает, через несколько месяцев, максимум полгода, этот смартфон будет продаваться на Алиэкспресс. Баксов за 350 за глобальную версию. Ну что, рад вам сообщить, что мое пророчество потихоньку сбывается. В принципе, по-другому и быть не могло, потому что это же Xiaomi. Последний раз в нашем телеграм-канале Underprice мы выкладывали ссылку на покупку глобальной версии Xiaomi Mi Note 10 всего за 418 долларов с учетом доставки. И я скажу вам, что за эти деньги смартфон уже действительно можно брать. Это вполне адекватный нормальный ценник. А ведь прошло всего два месяца. Если так и будет продолжаться, то наверняка к концу весны этот аппарат и будет стоить тех самых 350 баксов, о которых я вещал ранее. Но я уверен, что к тому времени появятся какие-то другие новинки, и вы будете ждать, пока они подешевеют. И потом снова, и снова, и снова. Короче, получается какой-то круговорот смартфонов в природе. Ребятки, у меня на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить пальцы вверх. Делитесь этим выпуском со своими друзьями, если он вам понравился. И да пребудет с вами Android. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok